11 октября. Проспект Карла Маркса в Самаре. Около шести вечера из окон здания Дома Печати повалил дым и начали вырываться языки пламени. Спустя четыре дня после ЧП выяснилось, огонь одновременно вспыхнул сразу в нескольких местах. Пожар возник в четырех разных местах данного здания. Очевидцами было подтверждено, что наблюдались непосредственно перед возгоранием нахождение посторонних лиц. Данные факты позволили сделать вывод. Я этот вывод утвердил. Пожар возник в результате поджога. Эксперты нашли следы горючей жидкости. Какой именно, пока выясняют. Некогда крупнейшая типография по Волжье изрядно пострадала. Самарский Дом Печати, построенный в 60-е, из государственной собственности вывели 10 лет назад, что не раз оспаривалось в арбитраже. Перманентная судебная война привела к тому, что здание, де-факто оказавшееся без хозяина, пришло в упадок. Заброшенную типографию никто не охранял. Спасателей вызвали очевидцы. Уже через 9 минут после вызова вот к этому зданию на проспекте Карла Маркса прибыли первые пожарные расчеты. После трех часов непрерывной работы пожар здесь был локализован. А значит, как говорят в МЧС, огонь не мог распространиться дальше. Вдруг спасатели заметили, как пламя вырывается из окон уже другого крыла Дома Печати. Здесь находился пятый очаг возгорания общей площадью 150 квадратных метров. Получается, пока пожарные тушили с одной стороны, злоумышленники вновь поджигали с другой. Полиции с выводами не торопятся. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по факту пожара в Самарском Доме Печати сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка в порядке 144-145 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время по данному факту задержанных и подозреваемых нет. С огнем в Самарском Доме Печати боролись более сотни пожарных. Привлечено было свыше 50 спецмашин. Воду подвозили в бойлерах. Ее по предварительным подсчетам было потрачено почти 3000 тонн. Сейчас здание по-прежнему стоит без охраны, а близлежащие тротуары радуют разве что любителей йоги. Пешеходные дорожки усыпаны битым стеклом. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.